Ищешь где бы купить монетки FI-18 и так, чтобы не сомневаться в надежности продавца, рассчитывать на моментальную доставку и просто получать удовольствие от своих паков и новых составов? Тогда тебе нужен не кто иной, как лучший продавец монет Максим Беляев. Ссылочку ты всегда найдешь в описании. Всем привет, друзья! С вами Денчик и сегодня у нас новый выпуск Happy Go Lucky. Лайк, если ждал. Прошлый выпуск был непростой. В прошлом выпуске у меня жестко загорелось. Действительно, встретив достаточно простого соперника, я умудрился проиграть. Я понимаю, что чем дальше я иду, чем дальше я продвигаюсь в дивизионах, соперники попадаться будут только сложнее. Наша цель остается прежней. Наша цель собирать бельгийцев. И, возможно, даже прямо сейчас Фудхед нам в этом поможет. Пять игроков перед началом. Ну что же, пять золотых игроков на Фудхеде. И первый игрок это... Мемфис Де Пай, к сожалению, нет. Нет. Гектор Белерин. И это, кстати, да. Знаете почему? Потому что за Нэти он, конечно, за Нэти. Но мне кажется, Белерин-то это мой братишка. У меня в основном составе играет. И я возьму его, да. Нет. И последний игрок. Ух, Фернандо Торрес. Да. Если бы у меня не было сейчас двух нападающих из Бельгии, если бы этот СБЧ был доступен, я бы с удовольствием его взял. Но сейчас, к сожалению, нет. Кто бы что ни говорил, да я наставь легенду в составе. За Нэти лучше Белерина. Но нет, ребят. В последних матчах это было наглядно видно, что за Нэти частенько ошибается в защите. Поэтому Белерин, с ним я уже давно знаком. И знаю, как он играет. Знаю, что он делает. И знаю, что он не косячит особо. Так что Белерин у нас в основном составе. И таким составом мы сейчас играем матч. Но перед тем, как мы найдем с вами нашего первого соперника, ребята, настал момент. Прошла ровно неделя с начала конкурса на PlayStation 4. И сегодня мы с вами узнаем, кто же станет тем самым счастливчиком, который и получит Sony PlayStation 4 Slim на 500 гигабайт. Для этого мы копируем ссылочку этого видосика и вставляем ее вот сюда, на этот сайт. И загружаем комментарии. Очень много участвующих, очень много, собственно, желающих выиграть. И ждем, пока все эти комментарии загрузятся. И тогда, ребята, мы с вами определим одного единственного, который и заберет этот заветный приз. Это было очень долго. Но все-таки комментарии загрузились. И, ребятки, пора нам, собственно, выбрать нашего единственного победителя. Барабанная дробь в студию. И им становится... Хочу! PlayStation 4. Николай Фимов. Николай, я тебя поздравляю. Страничку Николай оставил. И, в принципе, страничка живая, хоть это как бы не было условием. Но связаться я с тобой свяжусь, дружище. Я тебя поздравляю. PlayStation 4 твоя. Мы с тобой спишемся и договоримся, как ты сможешь ее получить. Ну, а нас с вами соперники ждут. Первый матч. Знаете, что я говорил? То, что этот состав должен побеждать. Но здесь команда, на самом деле, не сильно слабее. Как обычно, в начале матча выпускаем бельгийцев, чтобы у нас сыгранность не терялась. О, боже, какая же все-таки захватывающая игра была в центре поля. Все эти 30 минут Ромел Лукаку слишком плохо ударил. Ромел Лукаку. Ну, сейчас, я думаю, будет гол. Левая нога выше ворот с упора. Классно. Я не знаю, почему, но до сих пор у нас очень мало забивает Мертенс. Может быть, я просто привык играть за более массивных нападающих, таких как Лукаку. Возможно, сейчас будет гол с навеса, если Лукаку или кто-нибудь еще сможет нормально ударить. Первый тайм заканчивается, не так много моментов получилось. Нужно реализовывать свои моменты, потому что были парочка выходов очень хороших. Возможно, Мертенс станет героем этого матча. Прямо сейчас можно забивать гол, и это первая плюшечка. 1-0. Мертенс, неужели разыгрался? Это, ребята, не команда. Это машина, которую возглавляет Златан Ибрагимович. Не, ну, возглавляю-то, конечно, ее я, но Златан тоже немалую роль играет. Мертенс на пейсе. На пейсе должен уходить сейчас от защитника. Хорошо, входит в штрафную. Пас на Златана. И Златан Ибрагимович Демарко стелится. А не было ли гола? Облак. Между тем, дадим ему еще один шанс это сделать. Мертенс. Ну что ж, его защитники просто съедают все. А вот это, ребята, ошибка Ромелы Лукаку. Удары. Пока. Можем сейчас пропустить, потому что очень неприятный сейчас, конечно, удар пошел. И, слушайте, это пока что еще не точка. Еще все впереди. Еще 7 минут играть. Сейчас уже идут такие дивизионы и такие соперники, что расслабляться просто вообще нельзя. Иначе тебя просто съедят. Забиваем из офсайда. Но хищники пока что здесь мы. И Дрис Мертенс. Мертенс. Ну почему же Лукаку сразу не получилось у него принять этот мяч? Ну что же, матч заканчивается. Еще 2-1 Мертенс. Игрок матча. И, ребята, у нас сейчас будет с вами просто огромное открытие карточек. 35 золотых карточек за титул четвертого дивизиона. Это помимо того, что еще две карточки за два забитых мяча и две карточки за победу. 39 золотых игроков на футхеде прямо сейчас. 39 золотых игроков. Согласитесь, неплохо. Я думаю, сейчас мы обязательно кого-то обязаны просто поймать. И поехали. Первый игрок это нет. 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 Пожалуй, уже даже от легенды приходится отказываться. Харрикейн. К сожалению, нет. 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 Да? Винсент Компании Информ. Я знал, ребята. Я знал, что такое большое открытие карточек, ну, должно нам что-то принести. И Винсент Компании собственной персоной. Да? Нет. 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 Ты последний игрок. Нет. Не зря, ребята, мы переходим с дивизиона в дивизион, берем титул, потому что посмотрите, что нам принес титул четвертого дивизиона. Винсент Компании Информ. Карточка. Но мне остается надеяться только то, что этот парень нас не разочарует. И теперь, кстати, можно спокойно ставить нашего бельгитца левого защитника в основу. из третьего дивизиона не совсем жесткие. Первый соперник, три защитника и неплохая АПЛ. Быстрый гол, конечно, не всегда дает конкретное преимущество, но все-таки это какое-никакое преимущество и Мертенс снова забивает. 1-0. А это, ребята, угловой и бляха-муха. Как мы ужасно пропускаем. Это мы забили сами. Охеренная игра, ребят. Просто здорово. Златан Ибракимович, за что? Ну что же, пора, пора, собственно, расквитаться. Сейчас Мертенс, ну, просто безупречно убрал и в него вырезается филайни. А это может быть опасно. Ахмед Муса один из самых опасных игроков ВПЛ в нападении. Естественно, это пиздец. А вот это может быть крайне неприятно. Как же плоха сейчас эта команда. Она просто все пропускает. Ну вы серьезно? Ну, блядь, браво, ты ни одного сука сейва не сделал. Это пиздец. Да. Это не то, что провал. Это полный пиздец. Это просто, блядь, полный пиздец. И это, ребят, слив. Это слив по полной программе. 5-1. Я полностью отдаю себе отчет. То, что я проебал. Все по делу. Возможно, где-то дезморальнуло меня за автогол Ибракимовича. И игра пошла по... Сами понимаете, чему. Один игрок на футхеде. Один золотой игрок. И это... Нет. Возможно, у нас просто с вами такая новая традиция. Проигрывать во втором матче выпуска. Надеюсь, что я смогу все-таки собраться и показать игру в третьем матче. Давайте найдем нового соперника. Гэнди Капа здесь, наверное, в мою сторону не особо должно быть. Это радует. Но состав у соперника такой, что я могу и третье поражение оформить. Делать я, правда, этого, конечно, не буду. Первый угловой и у ворот моих он проходит. Сейчас соперник делает какую-то жесткую хрень. Но между тем мячик у него и... Блядь, он наверняка просто развел. Это что за пиздец? Ебануться. Я очень надеюсь, что это была просто ошибка. Мертенс, у тебя отличный удар. Ну давай же! Да! Еще один гол! И снова Мертенс забивает. Самое главное, чтобы мы на этом не останавливались и Златан нам свои ворота не забивал. Ну как сейчас Бели отдал просто мячик? Я не понимаю, ребят. Вот порой вы просто меня поражаете. Я вот жаловался на Занетти, а тут Белерин просто отдает мяч, просто отдает борьбу. Почему? О боже мой, как же все-таки херово играет наша защита. Просто провал за провалом. Очередная проблема в том, что мы не можем забить нормально. Это просто жесть, ребята. Мертенс, ну же, ты же должен сделать сейчас голя сана Златана и Златан! Сука, жури! 2-2. Эден Азар, пас на Мертенса. Мертенс, давай, пожалуйста, почему? Почему мы попадаем в защиту? Не без грехов, не без грехов этот соперник и Лукаку, пожалуйста, блядь! Дендонкер, давай, брат Бельгинс! И да, ребята, это все. Это ничья 2-2. Очень сильно мне не нравится, как игроки у меня действуют в защите. Ну и владение мячом соперника, его короткий пас, меня очень долго, на самом деле, выводили из себя. Радужно, радужно нас встречает, ребята, третий дивизион. А у нас сейчас два игрока за два забитых мяча и один игрок за ничейку. Я тут, кстати, недавно снялся в пьяном фифере, да. Вот, получилось достаточно забавно и весело. Вот, можете, кстати, посмотреть ссылочку на этот видосик, оставлю в описании к ролику. Ну что же, три золотых игрока и первый игрок это... Нет. Нет. И последний игрок нет. Ну что же, ребят, вот и подошел к концу наш очередной выпуск Эпигулаки. Спасибо вам за ваш просмотр. Ставьте лайк, если ждете новые выпуски. Подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал, чтобы не пропускать эти самые новые выпуски. Ну а с вами был Денча Фломастеров. Впереди нас ждет большой привет. Ну что же, друзья, время большого привета. И первый большой привет идет Александру Журавлеву. Большой привет, Дмитрий Урлапов. И большой привет, Максим Калина. Ребят, если вы тоже хотите получить большой привет в следующем ролике, то все, что вам нужно сделать, это поставить лайк под эти видео на ютубе и поставить лайк под эти видео в группе ВКонтакте. Тогда, возможно, именно вы получите большой привет в следующем ролике. Но на сегодня, ребята, у нас все. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был Денчик Фломастеров. Как здороваться всем футбол и пускай вам повезет. Всем пока!